В России пожарные насосы называли заливные пожарные трубы. Для обслуживания насоса требовались значительные силы. Восемь человек в две смены качали коромысло насоса. Еще один работал с викидным рукавом и подавал сильную струю на огонь, остальные подносили к трубе воду. В экспозиции музея пожарной охраны Симбирско-Ульянска представлены ручные пожарные насосы. Одноцилиндровый, его передал Лушенькин потомок Степана Ермилина, делопроизводителя Остродамовского добровольного пожарного общества. Насос был приобретен обществом в 1902 году. И двухцилиндровый, датируется 30-ми годами 20 века, выпущен на заводе противопожарного оборудования густого листа.